Здравствуйте, это программа Крупным Планом. Меня зовут Инесса Буланкова и сегодня мы в очередной раз приходим в гости к людям, чья фамилия известна во всем мире. Их имена, то и дело, пытаются всячески дискредитировать. Они же, в свою очередь, стараются спокойно продолжать замечательное дело легендарной династии. Рядом со мной душа большого московского цирка, профессор, а также обладатель нескольких рекордов Гиннесса, народный артист России Аскольд Запашный. Аскольд, здравствуйте. Сразу же спасибо за эту встречу. Я вам за кадром уже сказала о том, что ожидание было в год. Вас обожают зрители, вас, как я вижу, уважают хищные животные, вас ненавидят за защитники, а вас пишут так много, что вам могли бы даже позавидовать, мне кажется. Причем пишут как комплиментарно, вы же понимаете, так и вещи довольно тенденциозные такие. Самый бесценный комплимент ваш адрес какой был? Когда я очень много лет назад получил письмо от суицидницы девочки, которая написала о том, что она хотела покончить жизнь самоубийством, решила совершить для себя очень неожиданный поступок сходить в цирк перед смертью, пришла и радикально переосмыслила все. И она сказала, что я после этого моталась на машине по улице в эйфории, понимая насколько важна жизнь, насколько она цена и насколько я ошибалась, потому что увидела тех людей, которые жизнью наслаждаются, которые находятся на острие жизни и смерти от того, что у них просто такая профессия, и они это наоборот ценят. А она это не ценила. Она готова была вот так распорядиться своей жизнью, просто взять и с ней расстаться из-за каких-то совершенно надуманных глупых проблем. И это стало для меня очень серьезным комплиментом, который заставил меня много переосмыслить. За вашими плечами уже огромное количество эксклюзивных и, надо отметить, коммерчески очень успешных проектов. Есть ведь такая теория, что художник, он всегда должен быть голодным. Вас как художника, я не могу спросить, не спросить, как поддерживать этот творческий тонус, но вряд ли голоданием, да? Мы вышли на другой немножко рубеж, когда мы не занимаемся личностным творчеством, которое является выплеском душевным, да, и человек, который действительно сытый, пишущий картину, он, в общем сказать, теряет какую-то такую вот хватку, да, он не мотивирован. А вот тот самый голодный художник, он на обостренных каких-то эмоциях находится, и поэтому его творчество становится очень, ну, необдуманным, а наоборот экспрессивным. В нашем случае мы с братом стремились к созданию производства, и это наш основной козырь, то есть профессионализм, который позволяет собрать вокруг себя людей, команду профессионалов, стать самими профессионалами такого уровня, чтобы можно было производить абсолютно все, что мы хотим. И это, конечно же, совершенно разные вещи с тем самым художником. Так а как прокачиваться, как себя в этом творческом тонусе держать? Первое, это, наверное, жизнелюбие. Вот когда ты понимаешь, во-первых, ценность жизни, и кроме этого ей наслаждаешься, у тебя этот вопрос, собственно говоря, не возникает. Потому что ты во всех мелочах видишь красоту, интерес, ты замечаешь то, что раньше не замечал. И понимаешь, что, в принципе, как бы творчество, оно безграничное, бесконечно. И тебе не нужно мучиться, заставляя себя родить очередную идею, выдать, в общем сказать, какой-то, ну не знаю, проект, потому что надо. То есть этого просто не возникает, потому что ты просто кайфуешь. Ты кайфуешь от всего абсолютно происходящего. И кроме этого, наверное, есть еще и механические способы воздействия на свое собственное создание, на душу. Это, наверное, информативность определенная, то есть видеть своих коллег, людей, которые, в принципе, занимаются какими-то творческими процессами, талантливых. И замечать, как они мыслят, анализировать, точнее, как они мыслят, и замечать, что они интересного подметили в этой жизни в том числе, какой они ход придумали. И это формирует такую совершенно геометрическую прогрессию, растущую творческий потенциал, наверное, вот так. Ну, вообще, надо отметить, по многим вашим интервью, да и по общению живому с вами, что вы человек далеко не импульсивный, в отличие от Эдгарда, да, что вы довольно-таки последовательный. Совершенно верно. Но благодаря вашему брату вся страна узнала о том, что и у вас бывает взял, отказался от всего, умчал в Америку подумать о высоком. Да. Как сказал Эдгарда. А что это было вообще? Слушайте, ну, есть один момент, который, наверное, я не буду рассказывать из личной жизни в том числе. Как бы были моменты, когда была необходимость побыть одному. И, кроме этого, наверное, я, конечно же, как и любой человек, нормально не лишён эмоций в тот момент, когда я могу себе это позволить. Я действительно всё-таки сторонник, в отличие от моего брата, как вы правильно заметили, последовательности. Я системный человек. Потому что на мне огромная ответственность, как на художественном руководителе. Я понимаю, что я не могу себе позволить вообще, в принципе, жить через эмоции. Потому что иначе будет хаос. То есть экстравагантность, которую позволяют в себе влиятельные люди, там, миллионеры, миллиардеры, в общем, главы компаний каких-то. Они никогда никого не доводили до чего-то хорошего. И я, как бы, в том числе учитываю вот эти примеры для себя. Но при этом, наверное, у меня действительно есть две крайности, как у любого человека. Просто я их могу себе позволить выпустить. Звучит хорошо, но что это? Ну вот, например, я могу, если вы говорите про вот ту саму Америку, когда я поехал на полтора месяца один совершенно, я могу завтра улететь в Рим. То есть худрук большого московского цирка, семьянин, папа двоих дочек, да? То есть он может себе позволить такое уединение? Да, но если это не пересекается с интересами других. В этом случае вот это важно подметить, чтобы никто не подумал, что я шизофреник. Я имею в виду, что если ситуация мне позволяет, я могу сделать что-то, что от меня не ждут. Абсолютно. Я могу придумать мероприятия, которые от меня не ждут. И решительность моя, в какой-то момент времени, когда речь идет, например, о жизни и смерти, многие люди очень серьезно обдумывают эти вещи. И все считают, что такой человек, как я, будет именно так делать. А у меня получается с точностью наоборот. Я очень быстро реагирую на экстренные ситуации. Я очень спокойно отношусь к экстренным ситуациям. И вот это во мне является второй, вот, наверное, так сказать, личностью. другой стороной меня, которая совершенно не соответствует моему систематическому образу. Пусть это прозвучит немного банально, но часто ли укротитель хищников думает о жизни и о смерти? Постоянно. Без перерыва вообще. Потому что я просто очень много раз был на грани жизни и смерти, и видел из жизни и смерть. И из-за этого я ее люблю. Я понимаю просто, насколько в одну секунду ты можешь лишиться всего. Я видел людей, которые лишались и здоровья навсегда, и жизни навсегда. И я понимаю, насколько важно осознавать, что мы счастливчики, что до сих пор можем ходить, что-то делать, любить, быть любимыми, работать, наслаждаться этой жизнью. Понимаете? Со всеми ее нюансами. И поэтому постоянное восприятие вот этих вещей, не абстрагирование, а вот понятия смерти опять той же. Но тем не менее. Ну и плюс это позволяет мне объективно смотреть на вещи, когда ты работаешь со смертоносными животными. Несмотря на то, что я не люблю, конечно, себя позиционировать как дрессировщика. Почему? Потому что рождается стереотип, шаблон, и нас с братом слишком часто воспринимают только как дрессировщиков, особенно те люди, которые склонны, в общем, судить вообще по каким-то шаблонам, стереотипам, да, по телевидению, смотря и не знакомясь с нашей жизнью, с нашим творчеством. Мы с братом, в принципе, цирковые артисты, работающие в очень многих жанрах. И здесь почти все жанры, в которых мы принимаем участие, все смертоносные. А что вы в себе восполняете, вы ведь создаете, творите для людей, украсите их жизнь, спасти их жизнь? Вот смотрите, я как раз и хотел это объяснить. Конечно же, здесь вопрос заключается в том, насколько приоритеты правильно расставлены, насколько этот эгоизм управляемый, он направлен на созидание или деструктивность. И насколько он рождает еще и цепную реакцию, которая является потом позитивной. Я почему считаю, что в этом вопросе я честен, да, кто бы со мной сейчас не готов был поспорить, потому что людям свойственно поверхностно мыслить. Но нельзя себя обманывать. Есть причина, а есть следствие. Так вот, хорошие поступки, например, когда я делаю представление, шоу и понимаю, что я обрадовал огромное количество людей. Я заставил ту самую девочку, самоубийцу передумать. Я заставил ребенка, который сидел в зрительном зале, в своей жизни что-то поменять так, что он будет с этим жить теперь всю жизнь. Он, увидев цирк, возможно, воодушевился. И это все очень здорово. Но нечестно говорить, что это была сама цель. Это неправда. Понимаете? Потому что психология живого существа, она, наблюдая за животными, она достаточно понятна. Основная цель – выжить. И даже в наших детях мы, в принципе, преследуем цель передать то, что мы нажили дальше и так далее. И своих детей мы обожаем, ценим, любим, лелеем по одной простой причине – потому что в них мы видим себя. И это правда жизни. Так вот, отвечая на ваш вопрос, получается, есть все. Приоритет, безусловно, за эгоизмом. А дальше, в общем сказать, уже ведет к широкой цели. Что ты во всем этом видишь? И нравится ли то, как ты используешь свою силу, энергию и вот тот самый эгоизм для общества и так далее? И хочешь ли ты что-то в этой жизни поменять? Говорят, что человек, особенно творческий человек – это всего лишь проводник мысли. Ну, это достаточно общее понятие такое, философское. Ну, слушайте, я, проучившись в ГИТИСе и уже начав там преподавать, могу вам сказать, что с каждым годом я все больше убеждаюсь, что в жизни нет фактов. Есть вещи, которые тебе ближе или, наоборот, дальше. И утверждать, что бы то ни было, не очень честно. Говорить, например, о том, что вот это высказывание характеризует, в принципе, все. Да, там, как вы сказали, творческий человек – всего лишь проводник мысли. Ну, как минимум одно из верных утверждений, не более. Понимаете, потому что за творчеством, за любой профессией стоит такое количество нюансов, такое количество мыслей, поступков, мотиваций, что трудно на самом деле разобраться, что является более важным, что менее важным, что является основным и уж тем более единственным. Благодаря одной из программ я узнала, что одним из ваших самых любимых мест является Иерусалим. Да. А вы вообще когда-нибудь думали, что вас жизнь реально свяжет, причем очень крепко свяжет, да, с Израилем, с Святой Землей? Нет. Туда ведь никогда не тянуло, насколько я знаю, да, один раз? Я даже не был никогда там раньше, до того, как познакомился со своей будущей женой. А потом получилось, что, собственно, Иерусалим стал точкой отсчета вашей семьи? Ну, не то, что только точкой отсчета, а одним из, наверное, самых важных городов в моей жизни. Вот когда я впервые оказался в Израиле и попал в Иерусалим, я много переосознал, оказавшись на этих местах. Вот абстрагируясь от всего этого, вот от этой мирской как бы суеты, ты понимаешь, что где-то все равно он здесь шел. И то, что он, неважно, святой он был человек, там, так сказать, нет у человека таких знаний и, в принципе, возможности, да, так сказать, доказать, насколько существует там мир после смерти и так далее, это все философия опять же. Неважно, он где-то здесь шел, и он родил такую огромную последовательность после себя, которая заставляла людей делать совершенно сумасшедшие вещи и продолжает заставлять, и в этом сила веры. И поэтому она важна, и поэтому, когда ты там оказываешься, ты понимаешь, вот осознавая все это, насколько это важно и глубоко. И именно поэтому ты начинаешь любить этот город, он является сосредоточением вот в человеческой цивилизации разных событий, мест, людей, которые вот все время туда тянутся, 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 и это априори становится чем-то очень мощным. И когда ты идешь по городу, вот за что я еще и Питер люблю в том числе, за то, что у этих городов есть какая-то совершенно сумасшедшая история. Она такая, что находясь в той самой пресловутой Америке, я специально поехал туда изучить и узнать Америку, потому что Америка, она является очень, ну, прокаченной с точки зрения маркетинга и рекламы страной. Мне было интересно узнать, какая она на самом деле, без предвзятых мнений, то есть настолько ли она прикольная, интересная, важная, как ее показывает нам Голливуд. И знаете что, я разочаровался. Какая она вам показалась? Она картонная, она не настоящая, она очень молодая. Наверное, через сотни лет, тысячи лет она станет мощной. Но сейчас она надутая, как пузырь. И она в большей степени разрекламирована, ее ценности, ну, они просто нулевые. Когда ты находишься в городе, который никогда не спит там, ты находишься в Вегасе, ты находишься там, в общем сказать, в том же Вашингтоне, ты понимаешь, что вокруг-то пусто. Это все достаточно молодая и местечковая история. Все, что происходило в Америке, там, например, Вашингтон со всеми его монументами, там, да, это город, который важен только американцам. Эти люди не влияли на историю мира никак. Это не, там, инвалидес, да, в котором находится гробница этого Наполеона. Когда ты приходишь, ты понимаешь, что этот человек там такого натворил. Когда ты приезжаешь в Рейхстаг, ты понимаешь, что здесь закончилась Великая война, в которой погибли просто десятки, там, если не сотни миллионов, да, как бы нету четкой статистики. Но, тем не менее, вот здесь творилось что-то просто сумасшедшее. И ты сейчас можешь здесь стоять, с тобой ничего не будет, тебя не убьют, не покалечат. И ты можешь пропитаться вот этим. Поэтому, когда ты приезжаешь в Иерусалим, в Санкт-Петербург, вот это осознание, да, с сознаниями определенными, оно меня просто восхищает. Оно наполняет меня космической совершенно энергией. Я знаю, что, милосердие, у Вас с Эдгардом это какая-то семейная уже черта. И мне интересно, это как? Прививалось и воспитывалось родителями или с возрастом пришло, не знаю, с рождением детей? И то, и то. Ну, вы знаете, что, если мы коснемся темы милосердия, благотворительности и так далее, со временем ты просто понимаешь, что здесь нужно балансировать. Потому что есть очень простой факт. Всем не поможешь и помогать надо. Вот две крайности. С одной стороны, осознав, что всем не поможешь, можешь сказать, ну, тогда и не надо никому помогать. С другой стороны, когда ты начинаешь кому-то помогать, ты понимаешь, что ты помогаешь-то выборочно. И кроме этого, современный мир еще и настолько циничный. Ну, я делал, да не правильно выразился, человек, в принципе, циничный. Когда видят, что ты помогаешь, начинают этим злоупотреблять. И через какое-то время ты понимаешь, что, например, ты пересиливаешь себя, себя лишая чего-то, ты что-то готов кому-то дать. И вдруг, когда ты дал, ты думаешь, а этот человек просто воспринял это как твой излишек. Ты это даешь, потому что у тебя лишнее. И он пообежал довольный. А потом еще и такие случаи бывают. Ты сделал что-то, тебя очень искренне поблагодарили, а потом уже к тебе бегут, как будто бы, не знаю, зарплату ты выдаешь постоянно. И это начинает тебя, ну, в общем сказать, уже настраивать на другую волну. Ты начинаешь раздражаться. И эти вещи, они, конечно же, заставляют тебя все-таки задуматься и понять, где та самая золотая середина и та самая рациональность. Чтобы, ну, вообще, в принципе, для себя понять, зачем ты этим занимаешься. И я выработал для себя эту формулу со временем. Я понял, что я готов помогать тогда, когда я могу и хочу. И все, и не больше. Но вы из тех, кто хотел бы делать это молча? Да. Аскольд, по паспорту вы уже пенсионер. Да. А на сколько лет себя ощущаете? Физически, когда у меня что-то болит, я, конечно, ощущаю себя на свой возраст. А в голове, наверное, мне всю жизнь будет лет 20. Почему именно этот возраст? Он сознательный, свежий и очень такой взбалмошный, эмоциональный. Вы стали бы дружить со своим двойником? Интересно. Ну, я знаю, что люди абсолютно одинаковые, они вредка уживаются. Вот. Но это был бы интересный опыт. Вы часто подчеркиваете, что вы очень счастливый человек. У вас все для этого есть абсолютно. А за что больше всего в жизни вы благодарны Богу? Наверное, за то, что я родился у тех родителей, у которых родился. Есть вещи, которые мы строим сами. И дай Бог нам здоровья. Только здоровье способно нас останавливать. И когда мы рассуждаем в жизни о чем-то, я поражаюсь, когда молодые люди, сильные, крепкие, здоровые, ноют о чем-то там. Кому-то Путин мешает жить, кому-то Бог, кому-то не то в стране он родился. Они просто-напросто не осознают дар, который им дан. Они живут, они сегодня здесь здоровы, у них есть руки-ноги, их ничего не ограничивает. И поэтому мы можем построить абсолютно все, что угодно. И сделать себя теми, о ком мы сами же и мечтаем. В рамках человеческих возможностей. А вот родиться где-то, имея изначально потенциал, не каждому дано. Я понимаю, что если бы я родился в маленькой африканской деревне, то вряд ли я смог бы добиться того, чего я добился. Потому что жизнь так устроена, что на нас в первую очередь влияет на наше мировоззрение, на наши цели, задачи, окружающая среда, люди и место, где мы родились. И потом мы становимся теми, кем мы становимся. Так вот, мне повезло родиться в семье абсолютно гениального человека, Вальтера Михайловича Запашного, который был фанатом своего дела, и он ценил каждую секунду своей жизни. Вот как раз в то время, когда я его знал. Может быть, в молодости он был другим человеком, но вот в силу того, что он тоже пережил много, он и войну прошел, и в реанимации после хищников лежал неоднократно, и много всего создал в жизни, и много чего не успел. И вот он, он наслаждался, он как губка впитывал жизнь. Вот, и я видел вот это безумное свечение в его глазах. И на фоне этого он поженился на моей маме, которая стала прямой противоположностью, с одной стороны, его и его жизни, но при этом влилась в эту жизнь и еще ее и уравновесила. И вот эти родители, которые дали нам фундамент и возможность развиваться, вот это, это огромное счастье. Вы из себя постоянно лепите сюда и актером, и профессором, и рекорды сделаю, и вот это поставлю. И еще много-много планов, я уверена, в голове. Но вот интересно, а кем или каким вы хотели бы остаться в памяти многих людей после? Ой, прям нужно выбрать. Ну, наверное, мне интереснее всего режиссировать. И я бы... Может, вы хотели бы быть в памяти людей, как, не знаю, великий режиссер? Или великий дрессировщик? Вот видите, вы говорите, да, если бы еще несколько сказали бы, то... Было бы как все? Нет, было бы понятно, что я одержим быть великим, а вот и нет. У артиста должны быть здоровые амбиции. Они есть, но вы же спросили самое важное. Да-да. Это очень хитрый вопрос, потому что быть великим означает все-таки справиться с какой-то очень большой, важной задачей. И, конечно, любой амбициозный, хороший, здоровый артист, он должен это воспринимать как отче наш. То есть, по-другому и, в принципе, не нужно творчеством заниматься. Другой вопрос абсолютно личностный. Вот к тому самому Аскольду Запашному, который в душе и маленький ребенок, и взрослый человек, и так далее, который внутри меня сидит. Вот о чем он мыслит? Вот я в первую очередь задумываюсь о том, в чем смысл вообще моей жизни. То есть, ради чего я живу. Я понимаю, что это все суета. Я не хочу задумываться сейчас о том, как меня потом, после моей смерти будут воспринимать. Знаете, почему? Потому что мне хочется сейчас успеть что-то. Именно поэтому у меня вот жажда ко всем тем вещам, о которых вы говорите. Я хочу их сам тоже почувствовать. И в рамках этого я бы готов был бы на самый безумный поступок, вот в том числе, когда меня брат спрашивает. Он на эту тему вообще любит посмеяться. Он говорит там когда-то давно. А ты полетел бы на Марс? Я говорю, конечно. Он говорит, а в один конец? Я говорю, конечно. И тут он такой, да ладно. Я говорю, да. Потому что это была бы, наверное, крайняя возможность в моей жизни. Одна единственная, на которой стоило бы потратить свою жизнь. И если бы мне сказали о том, что есть такая возможность, не для того, чтобы меня помнили как великого и первого и так далее. Это уже бонусы. Я просто бы хотел это испытать. Вот в таком контексте. И неважно, какой был бы это поступок. Если бы мне предоставилась возможность быть единственным и почувствовать то, чего не могут почувствовать никто другой, и ты в том числе, я бы это сделал. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за эту встречу, за этот разговор, за этот диалог. Спасибо вам за интересный вопрос. Спасибо вам за субтитры Алексею Дубровскому!